То теплая и бесснежная зима, то пандемия. Уже второй год подряд лыжный бизнес в Латвии может понести серьезные убытки. В этом сезоне погода позволяет, но позволит ли работать правительство? Учитывая, что горнолыжные трассы в Германии, Франции и Италии, похоже, не начнут сезон. Расскажет Евгения Копылова. На горнолыжной трассе рек Стуканц сегодня настоящая зимняя сказка. И уже с ночи ее создают снежные пушки. Теперь идет процесс производства искусственного снега. И он обычно длится на одну трассу около двух-трех дней, в зависимости от холода. В этот раз холод небольшой. Мы начали ночью. И я думаю, что эту трассу можно закончить, скажем, после два дня. И хоть процесс запущен, смогут ли снежные трассы вообще открыться в этом году, здесь пока еще никто не знает. Тем не менее, первые лыжники не появятся здесь раньше следующих выходных. Если трассы в Латвии в этом сезоне не откроются, для бизнеса это будет вторая зима, которая принесет лишь убытки. Ситуация вообще очень серьезная. Из-за того, что прошлый год почти мы не работали, мы проработали шесть дней. И очень надеялись на этот год. Конечно, мы будем соблюдать все правила, которые правительство огласит. Но очень надеемся, что мы сможем работать, потому что мы на воздухе, люди немного, расстояние больше, чем достаточное. При этом Эрвинский Шура отмечает, что настолько плохого сезона, как в прошлом году, не было никогда. Лишь на электричество для снежных пушек уходит десятки тысяч евро. Не могу даже сказать, что было плохо. Это было очень-очень-очень плохо. Такой сезон даже близко не был ни один. Перед этим, по-моему, самый короткий сезон был где-то 40 или 50 дней. Так что шесть дней – это сплошные минусы, потери, убытки. В правительстве вопрос, что делать с лыжными трассами, пока не решен. Его будут рассматривать на ближайших заседаниях межведомственных координационных групп. Однако один из главных инфектологов страны Юрий Перевозчиков против трасс ничего не имеет. Все, что происходит вне помещения, где люди не толпятся, соблюдают дистанцию, находятся на природе, на мой взгляд, хорошо. И это можно поддержать. Лыжные трассы важны с точки зрения здоровья. Важно подумать о рисках. На трассе рисков почти нет. Люди не толпятся, едут. Главное, что происходит до и после. А именно, где будут сдавать лыжи в аренду, где будут переодеваться и даже на чем и с кем будут до лыжных трасс добираться. Так что ограничения, возможно, будут, но какие – пока неизвестно.